Всем привет! Мрачные подземелья и старинные механизмы, управляемые потусторонней волей и щедро поливаемые человеческим потом и кровью, создающие бесполезные и нередко опасные вещи, абсолютно без цели и смысла, но огромной ценой ломая жизни и судьбы тех, кто в это всё втянут. По одной из версий первого объекта фонда, фабрика была тем, с чего началась вся организация SCP, которая появилась только для того, чтобы хранить её секреты. Многие рассказы повествуют также и о том, что сам Развлечудов был когда-то сотрудником фабрики, он был одним из немногих, кому удалось оттуда сбежать. Некоторые детали разбитого бога, центрального божества ЦРБ, были созданы также фабрикой. Очень и очень многое в мире SCP началось с неё, ведь в той самой, сверхканоничной первой тысяче, которую некоторые считают единственно правильными SCP, аж 15 объектов сделаны на фабрике, и ещё больше косвенно к ней относятся. Кроме того, к первой тысяче относятся как раз большинство объектов фабрики, потому что во второй тысяче их уже 8, а дальше и того меньше. Да и только ли речь про SCP? Сама фабрика куда реальнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь это огромная аллюзия на парадокс максимизации производства скрепок, или Paperclip Maximizer в мире SCP. И, кстати, одна из версий появления фабрики из рассказа 12 историй о фабрике, довольно прозрачно на это намекает. Так что это не мои домыслы, а самый настоящий лор. Суть самого парадокса в том, что вот, допустим, у нас есть искусственный интеллект, который, как и и, не обладает пониманием человеческих ценностей. Он не знает, что люди хотят хорошо жить, да и жить вообще. Не знает, что такое счастье или боль. Однако ему доступна огромная вычислительная мощь, куда больше, чем человеку, и огромные массивы информации. Он банально умнее большинства людей, если не всех. Во всяком случае, в том плане, что может найти такие решения, до которых ни один человек не догадается. И вот представим, что в один прекрасный день мы говорим ему, а давай ты сделаешь так, что мы будем производить скрепки с максимальной эффективностью. Сначала он, скорее всего, будет делать что-то понятное нам. Оптимизировать производство скрепок на заводе, создавать новые материалы, строить новые заводы. Потом, может, даже придумает какие-то технологии. Это всё понятно. Но в какой-то момент он может сделать что-то такое, что будет настолько выше человеческого понимания, что люди даже не смогут понять суть решения. А скрепок всё же станет больше. Но что, если какой-то способ делать больше скрепок предполагает, например, конец человечества, как вида, или массовое порабощение? Что, если люди даже не поймут этого, потому что искусственный разум может придумать вещи, попросту недоступные людскому пониманию? При этом компьютер выполняет свою задачу. Делает скрепки. Всё остальное для него не важно. Но вот нет у него цели убивать всех человеков, но так выходит больше скрепок. Кстати, эту идею можно не только в области искусственного интеллекта применять. Ведь государство или крупная коммерческая компания это тоже своего рода сверхчеловеческая структура, которая может выполнять задачи. И государству или корпоративному монстру в сумме известно куда больше, чем любому отдельному человеку. Впрочем, ладно. Ведь никогда же такого не было, чтобы что-то сверхчеловеческое, на вроде государства или монополии, уничтожало людей ради циферок и показателей. Так что вернёмся к нашей фантастике, к нашим аномальным скрепкам. Так вот. По одной из версий SCP-001 весь фонд начался с того, что организация захватила и поставила на содержание фабрику, которая была создана занесённым из далёкого будущего совершенным искусственным интеллектом, который построил настоящий ад на земле, где в максимально чудовищных условиях люди создавали множество странных и не особенно кому-то нужных предметов. И разумеется, в мире, где есть всякое аномальное, этот искусственный интеллект приспособился использовать потусторонние силы для своих конкретных задач, оптимизируя своё производство полным набором всей аномальной нечисти. Фабрика оказалась далеко не единственной, и позже фонд обнаружил SCP-748, другую подобную аномалию, после чего стало понятно, что фабрик много, и все они соединены в единую систему пространственными порталами. Таким образом, поиск фабрик и её продукции, которые появляются то тут, то там, стали чуть ли не главной задачей фонда на долгие годы. Изделия фабрики — это почти всегда серийные, существующие в большом количестве предметы, способные делать невозможное. Например, SCP-133 — это круг из бумаги, создающий дыры на поверхности, к которой приложен. А SCP-248 — это наклейка, заставляющая всё что угодно работать с эффективностью 110%. SCP-894 — это статуэтки из классического набора «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла», свойства которых в том, что любой увидевший их временно лишается возможности видеть, слышать и говорить. Некоторые из них обнаруживаются в одном месте, а некоторые приходится изымать из магазинов и аптек. Но так или иначе, все ранние предметы фабрики были предназначены для продажи, как товары. Предметы эти обычно лишь имитируют нормальные вещи и изделия, но их механизмы и конструкции всегда оказываются совершенно неважны. Как, например, в SCP-385, которое представляет собой антигравитационное устройство, оно продолжает работать даже после удаления всех его деталей и механизмов, за исключением обычного кожаного ремня, который и представляет всю рабочую часть устройства. То есть изделия фабрики, как и сама фабрика, несмотря на свой индустриальный вид, имеют практически полностью потустороннюю, а иногда и магическую природу. Как, например, SCP-528, вудопластилин и несколько других. Еще больший намек на потусторонность всей этой организации есть в SCP-2176, где написано, что фабрика приторговывает эктоплазмой. Во всякой мистике эктоплазмой называют вещество, из которого состоят призраки. Медиумы и маги XIX века часто использовали это слово, чтобы придать своей деятельности наукообразности. Вот только показать ее никто так и не смог, хотя они очень пытались. Вот эта фотография реально использовалась как доказательство существования эктоплазма. То есть вот это, это эктоплазма. Так или иначе, фабрика в мире SCP этой эктоплазмой торгует ведрами на развес. Многие ее изделия имеют еще и мощное влияние на разум людей и заставляют их делать те или иные вещи, чаще всего вредить себе, но не только. Почти все изделия, несмотря на свое кажущееся полезное назначение, имеют какие-то недостатки, в результате чего их использование становится для пользователя или крайне мучительным, или вообще фатальным. Хотя эта концепция в поздних объектах про фабрику почему-то пропадает, и появляется некоторый иронический оттенок и цинизм. Видимо, тот искусственный интеллект подрос как личность, что ли. И уже при помощи SCP-750 фабрика дает увидеть, так сказать, свой взгляд на жизнь. SCP-750 это контактные линзы, надев которые, человек начинает видеть окружающее совсем по-другому. Правду, как написано в инструкции. Люди предстают перед надевшим в виде тошнотворных монстров, а все сделанное человеком кажется крайне уродливым и мерзким. Помимо аномальных устройств, фабрика делает также игрушки, которые, к слову, очень похожи на изделие развлечудова, что не мудрено, ведь он сам же с фабрики избежал. Но разница между игрушками веселого доктора и фабрики в том, что развлечудов делает что-то хоть и смертельное, но веселое. Что-то сделанное человеком для человека, в конце концов. Игрушки фабрики пропитаны холодом и какой-то злой магией, пренебрежением ко всему человеческому. Последним изделием, созданным на фабрике доктором развлечудовым, было CP-958 генерал Бип. Аномальный игрушечный робот, который способен обучать детей создавать аномальное оружие, а затем убеждает их идти нападать на ближайшую сущность, относящуюся к фабрике. Учитывая, что на самой фабрике полно детей-рабов, это была своего рода эффективная диверсия. Но не только развлечудов происходит оттуда. Во вселенной SCP, например, довольно много различных женщин-кукол. И объект SCP-1096 содержит интересный намек, откуда они все взялись. Этот SCP-1096 это имплантант в грудь, который делает и женщина живую куклу, постепенно заменяя живые ткани силиконом. По всей видимости, есть и более ранняя попытка сделать что-то подобное. Это SCP-1317, набор косметики, который заменяет живые ткани неизвестной субстанции. Однако со временем фабрика теряет свое металлическое ржавое могущество, а возможно просто освобождается от лишнего, все больше превращаясь в какую-то чистую потустороннюю сущность. В SCP-2271, например, она уже даже не пытается что-то кому-то продавать, а просто требует абсурдно большие суммы с людей, внушая им, что они должны отдать фабрике все до последнего. И это само по себе последнее появление классической фабрики в SCP. Объектов SCP среди 4 тысячи с упоминаниями фабрики попросту больше нет. Однако в последнее время интерес к фабрике снова проснулся. Среди новейших объектов есть описание как механизмов фабрики, так и людей, связанных с ней. Например, SCP-4586 это бывший сотрудник фабрики, который демонстрирует процесс производства аномальной продукции, показывая, что практически все действия носят исключительно символический и ритуальный характер, и никакого реального процесса создания вещей в нем нет. Впрочем, все эти новые объекты не продолжают историю, а лишь дополняют старую фабрику деталями. Так что похоже, что в мире SCP фабрика угасла и исчезла, что прямо говорится в одном из постапокалиптических хабов под названием «Крысиное гнездо». Возможно, фабрика деградировала, развалилась и стала миражом прошлого. По всей видимости, этот самый искусственный интеллект или выполнил свою задачу, или сломался, или просто стал чем-то совершенно иным, может быть, он стал чем-то принципиально другим. Так или иначе, в новейшее время по сюжету фабрики её уже не существует, хотя дело её живёт в виде её наследников по-аномальному, например, в виде развлечудова. В общем, не покупайте странные ржавые вещи, ломающие окружающую действительность и эктоплазму в ведрах тоже не покупайте. Наверное, от этого не бывает ничего хорошего. Всем пока!